Приветствую вас! Ну, смотрите, как можно здесь будет поступить. Если вы знаете, что мужчина общается со своей мамой много, если вы знаете, что она будет присутствовать в ваших отношениях много, если она влияет на вашего мужчину, да? То есть, ну, имеет какой-то, ну, имеет какой-то вес для него, да? То есть, её мнение имеет какое-то значение для него. Что в этом случае, конечно, стоит вам просто максимально быть собой. То есть, вот, просто максимально быть собой. То есть, чем лучше вы будете, чем естественнее вы будете себя вести, вот так можно сказать, чем естественнее вы будете себя вести, тем лучше будет вам в дальнейшем. Ну, то есть, как бы, тем лучше будет вам с ней. То есть, как бы, мама сразу поймёт, кто перед ней. Вы сразу поймёте, кто перед вами. И, соответственно, ситуация будет такая, что, может быть, вы не будете восторга друг от друга. На это надеяться вообще не стоит. Но, по крайней мере, вы будете чётко иметь представление о том, кто друг перед другом. Вот. Искренность – это то, что здесь необходимо. Соответственно, если мамой он видится редко, мужчина, и её мнение для него особого значения не имеет вообще, то в таком случае я рекомендовал бы наоборот постараться, может быть, где-то приукрасить своё поведение, где-то ещё, но только при условии, если вы уверены в том, что никакого влияния мама на вашего мужчину не оказывает, и что видится они будут очень редко. Вот. И тут можно, ну, можно как-то и приукрасить своё поведение. Дальше. Дальше. Значит, смотрите. Что дальше? Мама, если она захочет, она будет так и так в любом случае вам мешать. То есть вряд ли её что-то вообще сможет остановить. Если она изначально хочет мешать вам, да, то есть не вам даже, а своему сыну, если она не заинтересована в том, чтобы он нашёл себе женщин, ну вот, то что бы вы ни делали, а всё равно будут как бы вам вставляться палки-палки в колёса. Вот. Вот. Вот что бы вы ни делали, как бы вы себя не вели. И тут нужно понимать одну простую вещь, на мой взгляд, что задача, задача не ваша, ну, как бы защищать отношения. То есть вы со своей стороны можете просто показать маме, да, какая вы, и всё. Вести себя уверенно, с достоинством, да, ну, как правильно сказал мой коллега, да, не заискивать там и так далее, а как бы, ну, достаточно самоценно себя преподнести. Но если мама захочет вас развести, она будет это делать, она будет стремиться к этому, и тут вы ничего не сделаете, потому что это задача исключительно мужчины. Установить некую подушку безопасности между вами и своей мамой, чтобы она не пресекала границ. Вот. То есть не стоит устраивать какую-то битву с ней, да, битву за своего мужчину. Вот. То есть так вы ещё больше себя выставите в негативном свете перед ней. Вот. Ну и, значит, складывается ощущение, что вы в себе не уверены. Вот у меня, по крайней мере, такое впечатление отложил, потому что вы боитесь, как будто, вот, как будто вы боитесь того, что она будет мешать вашим отношениям. Никто не помещает отношениям, если люди действительно друг друга любят. Вот. Так что здесь я могу вам сказать только то, что если вы не уверены в себе, то это уже скорее ваша личностная проблема, с которой можно и нужно работать отдельно. Вот. Ну и, возможно, имеет смысл подумать, какое значение для вас имеет мужчина, да, то есть вы его боитесь потерять, или как, или что. То есть это вот тоже может быть такой довольно важный момент для вас, если вы хотите отношения выстроить, ну, максимально, максимально хорошо и максимально честно. Вот. То есть тут уже решать вам. Ну, а если, ещё повторю, понимаете, от вас мало чего зависит, реально, реально от вас вообще мало чего зависит. Если мама не захочет вас принять, она вас не примет, что бы вы не делали, как бы вы себя не делали. Вот. Просто вот это примите, если вы, если будете пытаться понравиться, то это вызовет скорее недоверие к вам. Типа, а, вот, она пытается понравиться, а зачем, для чего. Вот. И так далее. Понимаете? Это вот такая будет история, чего, я уверен, вы не хотите ни для себя, ни для своего мужчины. Вот. Так что вот так. 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 Я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. На этом всё. Я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.